МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам муниципалитет принимал решение, какая будет система, одномандатная или смешанная. Почему? Потому что, если посмотреть практику наших соседей, регионов, то Нижнегородская, Пензенская, Самарская, там абсолютно также принят закон. Как отмечают разработчики, суть законопроекта не направлена против какой-либо партии. Главная цель документа в том, чтобы повысить электоральную свободу избирателей. Напомню, при смешанной системе нередко получалось так, что депутат, за которого голосовали люди, не проходил по одномандатному округу, а проходили другие по партийному списку. В итоге среди жителей этот факт вызывал некое недоумение, поскольку выбирались те, за которых они вообще не голосовали. Этими изменениями закона в Леонидской области о выборах в муниципальных образованиях, исключение, как элемент коррупционной составляющей, когда исключительное право, мы его выбираем. Мы вносим предложение. Я думаю, что все делается. Делается для того, чтобы действительно была доступность, открытость. И, наверное, взаимоотношения между избирателями и депутатами должно улучшиться. Также депутаты большинством голосов одобрили второй законопроект, согласно которому снижается с пяти до трех максимальное количество кандидатов в депутаты, включенных в территориальную группу списка. Также увеличиваются предельные размеры финансирования и расходования средств избирательного фонда за счет собственных ресурсов кандидата или фракций. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улл. Правда. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова